Здравствуйте, меня зовут Топольникова Анна, мне 13 лет, я живу в городе Уфа, Республике Башкортостан. Я хочу рассказать вам о социальной активности подростков, моих сверстников, которые имеют активную жизненную позицию, участвуют в различных проектах, вносят значимый вклад в развитие местного сообщества и делают наш мир лучше. Как показывают наблюдения, многие подростки не знают, как и где проявить себя, где получить важный опыт самоорганизации и участие в общественной деятельности. Для таких девчонок и мальчишек существует общественное объединение, где можно повысить уровень своей социальной активности и прокачать мягкие навыки, такие как креативность, коммуникация, командная работа, критическое мышление и многое другое. Я и мои друзья являемся членами Гражданского противститерского союза молодежи, который уже более 20 лет реализует проекты, нацеленные на поддержку молодежных инициатив и позитивных изменений в обществе. Хочу рассказать о проекте «Стиль жизни творчества», который реализуется в настоящее время. Его цель – раскрыть внутренний потенциал школьников 7-10 классов и помочь им в реализации своих социальных инициатив. В проекте участвуют 40 команд из образовательных учреждений Республики Башкортостан, а это более 250 подростков и педагогов. Проект насыщен разными интересными и познавательными событиями. Меня зовут Харасова Милеша, я из 39-й гимназии. Сегодня утром мы играли в игру. Ее суть заключалась в том, что мы должны были создать свою некоммерческую организацию. Сначала мы должны были создать паспорт этой организации, написать название, придумать концепт и план, записать всех участников. После этого мы должны были получить свой юридический адрес – ИНН, пройдя в Министерство юстиции. Только после этого мы могли приступить к заданиям, но и это было нелегко, так как мы должны были доказать другим организациям, что мы достойны, чтобы сотрудничать с ними. Сами задания были интересными и креативными. Мы снимали разные ролики, делали плакаты и снимали фотографии. Эта игра показала нам, что все не так просто в реальной жизни. Мы также должны были написать гранты и все расписать. Это также было нелегко. Моя команда получила 46 баллов. Это почти самый лучший результат. Мне понравилась игра. Она оказалась непростой, но очень увлекательной. Мы создали проект под названием «Креатив». Мы нацелены на развитие креативного мышления у детей, а также критического. У нас есть люди, которые занимаются с детьми до 18 лет от 3. Мы проводим занятия по танцам, по пению. Я узнала, как можно зарегистрировать свою организацию, правильно объяснять свою точку зрения и доказывать. Спасибо организаторам за то, что сделали такую потрясающую игру и весь этот форум. Спасибо организаторам за возможность участвовать в этом форуме. За те знания, что я смог приобрести здесь. Я хочу сказать большое спасибо организаторам этого форума. Форум очень интересный. В нем столько всего познавательного, столько всего нужного. То есть мы развиваем навыки soft skills. Это очень полезно. Сейчас это мало где делают. Поэтому я очень рада, что я сюда попала. Еще раз хочу сказать спасибо большое организаторам. Сегодня мы с моим товарищем Денилом пришли на защиту нашего проекта. Варсик, ты не один. Мы успешно завестили наш проект. Рассказали о нашей работе волонтерской. В школе мы осуществляли разные акции. Также осуществляли сбор форума. Мне очень понравились эти несколько форумов, проведенные в этой школе. И надеюсь, так будет продолжаться дальше. Как мы слышали, проект многому научил подростков. Участники считают, что прокачали в ходе реализации проекта навыки коммуникации, креативность, критическое мышление и кооперацию. Также 90% участников отметили, что участие в проекте содействует личностному росту. Безусловно, очень важно расти самому. Но еще важнее учить этому других ребят. Те школьники, которые прошли через проект, организовали в своих школах множество событий и интересных дел. Проект еще в самом разгаре. Но уже в 179 мероприятиях приняли участие более 5,5 тысяч человек. А сколько всего интересного еще впереди. Друзья, не стесняйтесь проявлять инициативу. Ищите единомышленников. Будьте неравнодушными, социально активными. Все это поможет сделать нашу окружающую жизнь лучше. А мир добрее. Субтитры сделал DimaTorzok